Звена Олега Шафаренко Пока был технический перерыв, какое-то совещание проводила на площадке наша пятерка Вот эта, которая на льду, звено Непряева О чем-то договаривались наши хоккеисты Удаление будет в составе команды Украины Кулемин по своему обыкновению агрессивно сыграл в чужой зоне Полез он в пекло, полез бороться за шайбу И свалить его был вынужден 12 номер Вячеслав Тимченко Защитник белорусского хоккейного клуба Гомель И очередной раз российская команда получает численное преимущество Ну вот, смотрите, звено Петра Счастливого Сейчас у нас выходит на реализацию Ну, казанцы сегодня свои взаимодействия в большинстве отработали Дает всем Вячеслав Аркадьевич Быков Почувствует себя в роли спецбригады большинства Овечкин вылавливал шайбу на синей линии Но не сумел этого сделать Четыре нападающих, похоже, мы играем, вы знаете Да, Овечкин на месте защитника здесь действует Делает передачу на Виталия Атюшова Но вот подменяет он в этом сочетании Гребешкова Усиливая атакующий потенциал У Александра тоже очень неплохой бросок Ну и по идее, по идее, раз уж вышел он на лёд Должны его партнёры задействовать И это могучее оружие использовать Овечкин Тонко и на пятачок На дальний пятачок Овечкин прикатился Но попал в защитник И вот здесь Александр ошибается Но смотрите, как Заправский игрок обороны Отрабатывает к своим воротам И не позволил украинцам в контратаку 2 в 1 убежать Александр Харитонов Через борт Атюшов должен на противоположном конце площадки Эту шайбу выловить Овечкин баражирует вдоль синей линии Но пока нет возможности у партнёров сделать ему куда передачу Харитонов с шайбой Овечкин Покатился на пятачок Александр Радулов Счастливый Явечкина выводит на бросок Мощнейший выстрел И шайба в воротах Александр Радулов Дебютант российской команды Открывает счёт своим заброшенным шайбам за сборную Но вот сработала и эта заготовка Могучий бросок Александра Не сумел выловить шайбу Александр Фёдоров После его броска И Радулов блестяще действовал на добивание В этом эпизоде Александр ещё не сразу увидел Что шайбится после его броска Попала всё-таки в сетку ворот Ну потому что он из борьбы добивал Четвёртый раз в этом матче Сборная России использует численное преимущество Ну и Овечкин записывает По свой счёт голевой пас И Александр Радулов Первая шайба в карьере За взрослую сборную России В полном составе Естественно сборная Украина 5 минут 40 секунд Сыграно в третьем периоде 6-1 Сборная России впереди Ну что На прошлогоднем чемпионате У мира в Риге На втором этапе Россияне одержали победу Со счётом 6-0 Причём там тоже Довольно долго Держался голкипер Константин Семчук По-моему, тогда защищал ворота украинской команды 1-0 было в пользу нашей сборной После двух периодов Лишь в третьем Удалось Набросать 5 шайб Но вот сегодня Так более равномерно Результативность распределяется По периодам Две шайбы В первой 12 минут Мы увидели Три во второй И Вот и в третий Россияне Соберевый счёт Пополнили Малкин С партнёрами На площадке У российской команды Противостоят Этому сочетанию Звено Артёма Гнеденко У украинцев Такая редкая Вылазка Желтно-блокитных В нашу зону Кончается Потерей шайбы И Малкин Двигается В район красной линии Не расстаётся С шайбой За счёт индивидуальных действий Пытался Докатиться До ворот Евгений Но всё-таки Запаса скорости Ему не хватило Чтобы поглубже В зону Проникнуть Шайбой Ковальчук Пытался В центр Пробросить себе Шайбу на ход Мимо Дениса Исаенко Но разгадал Защитник Манёвр Нашего форварда Смена Идёт по ходу встречи И вновь Нарушение честного состава Фиксирует Лайнсман У Украинской Команды Российская Сборная Получает Очередной раз В этом матче Численные преимущества И Александру Селканду Придётся поломать голову Над тем Кого В этом эпизоде Во-первых Командировать На скамейку Отбывать малый штраф Ну и во-вторых Что главное Как держать оборону Против Российской команды Которая поймала Кураж В большинстве Тем более Что сейчас Как раз Звено Сергея Зиновьева Выходит Которая уже Трижды В похожей ситуации Зажигала свет За воротами Александра Фёдорова Вы кстати Смотрите Ещё какая любопытная Ситуация Нападающие Этого звена Отличались Только в большинстве Защитники При игре В равных составах Ну вот здесь Ответное удаление Сейчас заработал Данис Зарипов Зацепил Защитника Украинцев За воротами И сейчас 4 на 4 Будут играть Команды Да Всего 25 секунд Имел не Россия нечистое преимущество Но теперь В формате 4 на 4 Команды поиграют Зиновьев Морозов Прошкин И Никулин Остаются На площадке Украинцев Меняется Состав Выходит Вячеслав Завольнюк 23-й Роман Сальников Андрей Срюбко И 44-й номер Виталий Литкевич Так выглядит Четверка Украинской Команды Зиновьев Открывается Под передачу Никулина Закладывает Закладывает Вираж Прошкин Опасная передача На Никулина Но проходит Дальше Не точно Ну так Ход мыслей Наших Игроков В данный момент Был Понятен Стремились они Так создать Перегрузку На одном фланге С тем чтобы Вывести Вывести кого-то Из партнеров На чистый лед Бросок Алексея Морозова Выше ворот Летит шайба Попадает она В заградительную сетку И Бросок не будет В средней зоне Если не случилось Там никакого рикошета Арбитр Милан Минер Показывает Что никакого рикошета Не случилось И технический перерыв Новый Урал Сила Воплощенная в металле Настоящие чемпионы Выбирают новый гель Для бритья Нивея Фомен С технологией Ультраглайд Превосходное скольжение Только с Нивея Фомен Нивея Фомен Официальный партнер 2007 I.I.H.F. Чемпионаты мира 7.56 Сыграно в третьем периоде Матча чемпионата мира по хоккею Между сборными России и Украины 6.1 Наши впереди Еще 56 секунд Команды будут играть 4 на 4 После чего Украинцы ненадолго Получат численное преимущество Счастливый Овечкин Гребешков и Атюшов У нас на площадке Вот похоже у нас Не только Бригады большинства и меньшинства Но еще есть и спецбригада Для игры 4 на 4 С Счастливым Овечкин Вышел Хотя в общем по ходу матча С другими партнерами Играют оба наших Эти нападающих Посмотрим Приведет ли К чему-либо Этот ход Российского тренерского штаба Счастливый Выигрывает шайбу Для своих партнеров Вновь она к нему приходит После передачи защитника Мельчат тут наши В своей зоне Виталий Атюшов с шайбой Овечкин Отличная передача На Счастливого Бросок из-под защитника Федоров все-таки В последний момент Увидел шайбу Вылетающую из-под ног Своего партнера Среагировал на бросок Овечкин Валит Александра Но даже потеряв равновесие Все-таки бросил Александр по воротам Федоров угрозу отвел Но не легче от этого будет Украинцам Потому как Удаление будет В их составе Да вот мы видим Повтор этого момента Пытался выбить шайбу Украинский защитник Но не успел И попал клюшкой По конькам Александру Овечкину То есть попади по шайбе Юрия Новоренко В этом эпизоде Не было бы никаких претензий Так ясно Что пытался он Выбить ее Из-под клюшки Александра Овечкина Но рубанул нашего форварда По ногам Чем так недоволен был Украинец в этом эпизоде Сказать сложно Он недоволен был тем Что судьи не свистнули В положение вне игры При входе в зону Показалось украинцам Что не успели наши Игроки выскочить Из зоны Украинской команды Но судья был другого мнения Но сейчас уже Спорит Так Мирно с ним Александр Фролов Милон Минер Усмотрел там пас рукой Хотя вот обратил я внимание Что так по футбольному На грудь А то и на плечо Фролов принимал шайбу Отскочившую от лицевого борта Но Не преклонен Чешский рефери Вбрасывание в средней зоне Через 6 секунд Данис Зарипов Появится на площадке Обратите внимание Три нападающих Сейчас в составе Нашей команды И один защитник Да Малкин, Фролов, Ковальчук Зарипов меняется И кто выходит А вместо него Выходит Гончар Нет Андрей Марков Выходит Гончар на льду уже был Вновь Энхровская пятерка у нас На розыгрыше лишнего Марков Уже паузу Илья Паузу Илья Ожидая Пока откроется кто-то из партнеров Гончар Марков Меняется Счет 32 секунды Не находится он под давлением В эпизоде мог ожидать Потому как партнеры Зиновьева поддерживали эту атаку В частности Зарипов Готов был У правой От галкипера украинской команды Штанги Затолкать шайбу в ворота Вновь Зиновьев Зарипов Блестяще Алексей Морозов Оформляет хит-трик Ну великолепно Все было разыграно По ходу этой атаки Зарипов Не пожадничал Ну грех было в такой ситуации Пожадничать Потому что этот пас Ну он 100% Напрашивался Ну главное как его исполнил Данис Зарипов Во-первых он сделал подкидку Через клюшку Украинского защитника И точно и удобно Отдал Ну и вновь все Нападающие Казанской Пятерки Отметились В этой атаке Зиновьев свою четвертую Голевую передачу В этом матче отдал Ну Даниса Зарипова Ассистентский хит-трик Сегодня На 12-й минуте Третьего предыдущего Становится Семени В пользу Российской команды Иван Непряев С партнерами На льду Против Против звена Артема Гнеденко Ну что Матч-концерт Сегодня Выдало Казанское звено Шесть шайб С трудом Но Справился Еременко С этим выстрелом Шайба попала Ему в плечо И Ненадолго Галтикер потерял Шайбу из виду Технический перерыв Новый Урал Сила Воплощенная В металле 12-18 Сыграно командами В третьем периоде Матча между сборной России И Украиной 7-1 Россияне Уверенно впереди Послезавтра Ждет нас Поединок За первое место В группе И за очки На втором этапе соревнований Против Сборной Финляндии Ну что Замена вратаря Я обратил внимание В украинской сборной Ворота Защищает 22-й номер Вадим Селиверстов Ну что Посчитал Александр Силукан Все-таки Миссию Федорова Выполненный Выручил он Партнеров Очень Много раз По ходу этой встречи Но и его силы Прежде всего Моральной Конечно же Не беспредельно А тут Александр Радулов Едва дубль Не оформил Вновь Открылся он По центральной оси И в касание Изменял направление Полета шайбы Ну что Крещение Вадима Селиверстова Боевое не было Отложено Российской командой В долгий ящик Уже вступил В игру Украинский Галкибер Не просто вступил Выручил сейчас Свою команду Вновь Радулов Коршуном Кидается На шайбу Которая там Оказалась Перед Александром Матвичуком Который почему-то Не горел С желанием Ее подхватывать И Радулов Там едва-едва Ее не украл Очень активен Заряжен на борьбу 22 номер Российской команды Вот шайба Которую он Забросил В ближнем бою На пятачке Показательна В этом отношении Ну и служит она Хорошей наградой За упорство Александру Радулову Марков Входит в зону Стягивает на себя Двух соперников И отбрасывает Ее на свободное место Евгению Малкину Закручивают Наша атакующая Карусель В чужой зоне Ковальчук Пошел в обыгрыш И Шайба уходит С крюка Ильи в последний момент Гончар Ставил точку В этой комбинации Но Получилось многоточие Продолжение следует Да Уже не первый раз Илья Ковальчук Казалось все Делает для того Чтобы забросить шайбу Выходит на Самую выгодную позицию И Что-то в последний момент Ему Мешает нанести Завершающий бросок Илья Прирожденный снайпер Пока не везет ему В этой встрече Еще ни одной шайбы На этом турнире Не забросил Ну прорвет Рано или поздно Илью Хорошо бы Во встречах С более серьезными Соперниками Да Вы знаете Роман Может быть Это к лучшему Действительно Может быть Злее будет Да Да И наши Наши прекрасные Нападающие Очень сильные Индивидуально Должны себя проявить В более важных Встречах С более сильными Соперниками Я думаю В этом отношении Главное Чтобы казанцы Сегодня весь свой Арсенал Не расстреляли Будем надеяться Но с другой стороны Еще один Грозный снайпер Этого звена Данис Зарипов Пока Отмолчался Сегодня Он только Ассистирует Партнером И удаление Очередное За задержку Соперника Клюшкой Кто-то Из сборной Украины Покинет площадку На две минуты 29 номер Это Валентин Олецкий Один из участников Кстати того Матча на чемпионате Мира 2002 года Который завершился В ничью 3-3 Со счета 1-3 Вынуждены были Наши отыгрываться И сумели свести Дело к ничьей Ну да Олецкий Самый Самый старший Игрок В сборной Украины Наряду С Василием Бобровниковым И Вячеславом Тимченко 71-го года Рождения Эти три хоккеиста Овечкин И Перекладина Спасает ворота Украинской команды Ну что Фартовый Голгибер этот Вадим Селиверстов Едва Появившись на льду Дважды выручил Своих партёров Ну и сейчас Перекладина Спасает его Отразившись От верхней стойки Шайба попала В заградительную сетку И Вбрасывание будет В средней зоне Непряев Непряев Кулемин Овечкин Ну вот это Сочетание впервые Также сегодня Выходит на розыгрыше Лишнего И Емелин Кондратьев Пара защитников Ну вот всем По существу Дал поиграть Российский Принерский штаб В большинстве В этом поединке Смена составов Происходит У нашей сборной Счастливый С партнёрами Появляется На розыгрыш Лишнего Да Номинально Первая пятёрка В сегодняшнем матче Они начинали Игру Отюшов Гребешков Пара защитников Ну вот здесь Попробовали Вариант С Овечкиным Вместо Гребешкова Признан Был успешным Этот эксперимент И вернулись К изначальному составу Этой пятёрки Тренеры Российской команды Радулов Окапывался Там на пятачке Александр Харитонов Но Радулов Там укращал Шайбу В этот момент И не было возможности У него сделать передачу Очень здорово Сохранил шайбу Радулов Вот последняя передача Была перехвачена Вдоль ворот Вратарём Уже теряя равновесие Радулов Находясь в воздухе В безопорном положении Всё-таки Выгребал шайбу Из-под украинского Защитника На синюю линию В сторону партнёра Ну конечно потрясающая Заряженность На борьбу Потрясающую неуступчивость Александр Радулов Демонстрирует 20 секунд До выхода Удалённого хоккейского Команды Украины Принимает на себя Матвейчук Бросок Хатюшова Радулов Харитонов бросает И вновь в игре Вадим Селиверстов Такое впечатление Что Александру Селуканду Стоило Вахтовый метод Для своих голкиперов Придумать 10 минут 10-15 минут Отыграл И на лавку Пока свеженький Ловит буквально всё Причём Мне так кажется В одной манере Действуют голкиперы Украинской команды И Фёдоров Который играл С начала встречи Селиверстов Который появился на замене За счёт грамотного выбора позиций Всё ловит на себя Опять же Нет необходимости Стоять на голове В этой ситуации Но А сейчас Перехвалили Перехвалили Вратаря Слишком сильно Он далеко Очень выкатился Из-за ворота И не успел Не успел Он на этот Перепас Защитников Практически От синей линии В пустые ворота Сейчас Забивал Наш защитник Сейчас при повторе Это будет очень хорошо Вот здесь вид Очень далеко Выкатился И не успел Видимо желание Переполнило Переполнило Вратаря Украинцев Ну вот эти выходы Из ворот Да далёкие Всё-таки Чреваты тем Что Отыгран Будет голкипером Вы знаете Роман Это смотря По моменту Надо понимать В каком моменте Насколько Выкатится Естественно Мы отмечали Очень хорошее Вот это понимание Игры У Александра Фёдорова Который вот Защищал Сегодня ворота Здесь конечно Опрометчиво Слишком далеко Было Вылетать Из ворот Когда Перепас Защитников Он просто Здесь читался И напрашивался Ну что же 8-1 Если я не ошибаюсь Уже пятый раз По ходу этого матча Сборная России Использовал Чистое преимущество Даже если Успел там Появиться На скамее На льду Уже оштрафованный Игрок Активного участия В обороне Своих ворот Он уже не принимал Прошкин Сходу После паса Из-за ворот Зарипов Хочет Ассистентский покер Похоже Оформить Донис Догнать Своего центрального Нападающего Ханяба По этому Показателю Морозов Очень аккуратная Передача на Зиновьева В ближний угол С лопатой Внимателен Голкипер И Негодует Трибуна Считает Что с нарушением Правил У лицевого борта Был Атакован Сергей Зиновьев Ой какая тонкая передача Морозова Назарипова Возвращает тот Пас Алексея Но здесь Уже у Алексея Не получилась Передача Защитнику Ну вот уточнение Вносится в информацию Все-таки под бросок Гончара Александр Фролов Успел подставить Клюшку На его счет Записана эта шайба Ну что У Фролова Это второй Гол На турнире У Гончара Третья голевая передача В двух матчах Очень неплохо Ровно две минуты Остается до конца Этого матча 8-1 Россия ведет дело К уверенной победе Ну вот Очень много внимания Уделялось Счету 8-1 В поединке Против датчан В матче открытия Виделось Многим журналистам В этом плохая примета С таким же счетом 8-1 Обыгрывали мы Стартовом матче Французов На чемпионате мира В Питере Который Закончился Полным провалом Но вот сегодня Для тех Кто Относится К приметам С таким трепетом Может быть Не очень приятно Ведь видите Трудная игра С Украиной К медалям По крайней мере Раньше было так В 2002 году Мы завоевали серебро Лишь в финале Уступив Словакам Но опять же В спорте Суеверия Имеют место Быть Но с другой стороны Должны они быть такими Которые Реальны Все-таки Очень неплохо Сказал об этом В одном из газетных интервью Главный тренер Футбольного клуба Москва Леонид Слудский Скал Бесполезно Забивать себе голову Такими мыслями Если примета Заключается в том Скажем Что В канун удачной игры Над стадионом Должны пролететь Три дирижабли Так что Крупные победы Некрупные победы Все будет решаться В плей-офф Задача Российской команды В оптимальном состоянии Подойти к играм На вылет Ну а разминка На соперниках При всем к нему Уважении Не относящихся К элите Мирового хоккея Служит Этому целью Технический Служит к этому средству И технический перерыв Сбрасывание В нашей зоне Выиграли Токиста российской команды Счастливый Тащит шайбу вперед Уже на трех защитников Пришлось идти К капитану Последняя минута Матча У нас идет Гребешков И Харитонов Имел Великолепную возможность Забросить шайбу Но Вадим Семеверстов Блестящий Сейчас Реабилитировался Я думаю За пропущенную шайбу Великолепную реакцию Продемонстрировал Но не только реакцию Но и выбор позиций Сейчас Вратарь украинцев Не дал возможности Повторить Россиянам результат Стартовой встречи Против команды Австрии Да, не прошу прощения С австрийцами Мы играли последний контрольный матч Перед чемпионатом мира Молодцы Вновь Скандируют трибуны Ковальчук Оставляет шайбу Партнеру Бросок Фролова И вновь Семеверстов Встает На пути Шайбы Ох как Остроумно Фролов Подставлял Клюшку С той спиной К воротам Нежу ног Направлял себе Шайбу И Вы слышали Эту сирену Уважаемые телезрители Мы нет Потонула она В восторженном реве трибун Сборная России Одерживает Вторую победу На этом турнире И теперь судьба Первого места в группе Решится в поединке Со сборной Финляндии Которая У матчей Дневной программы Одолела датчан Со счетом 6-2 Бенефис Казанского звена Хит-3 Алексея Морозова 5 голов В большинстве Вот такое краткое Саммари этого матча Райфайзенбанк Официальный спонсор 2007 I.I.H.F. Чемпионата мира Мы подчеркиваем Вашу индивидуальность И всегда готовы Поддержать Ваши идеи Мы рады Исполнять Ваши желания Все для вас Мегафон Будущее Зависит от тебя Я начинаю работать Когда город Еще спит Каждую партию Топлива Лукойл Передотгрузкой Проверяют на заводе А бензовозы Надежно пломбируются С контролем качества Все серьезно Счастливого пути Выезжаю из завода Доставлять топливо Каждый день В любую погоду Моя работа Когда ехать Без проблем На автозаправочной станции Топливо проходит Дополнительный контроль Качества Контроль пройден Я горжусь своей работой Топливо Лукойл Качество Наша гордость Рамка для семейного фото Стул И набор гвоздей 1500 рублей По карте Мастеркард Еще гвозди Краска И молоток 2170 рублей По карте Мастеркард Еще гвозди Еще краска Стремянка И пылесос 7700 рублей По карте Мастеркард Семейные воспоминания Бесценно Есть вещи Которые нельзя купить Для всего остального Есть Мастеркард Принимается от универмагов До мебельных магазинов Дорогой Поужинаем позже Я прошвырнусь по магазинам Ой Я что-то так много всего накупил Да ты не волнуйся Все очень нужное Теперь абоненты Билайн Могут обмениваться Голосовыми сообщениями Узнай больше по номеру 060434 Билайн Живи на яркой стороне Могут обмениваться Ну что же По традиции В честь победителя Прозвучал государственный гимн Сборная России Одолела Украинскую команду Со счетом 8-1 Ну и вы знаете Неформально Жюри Чемпионат Воркомитет Подошел к выбору лучших игроков В этой встрече В составе сборной Украины Несмотря на Семь пропущенных шайб Лучшим признали Галкипера Александра Федорова Совершенно справедливо Ну и в составе Российской команды Алексею Морозову Достался Золотой слиток Несложно было выбрать Хет-трик На счету Ассистента капитана Российской команды И на этом все На сегодня для вас О хоккее Рассказывали Олег Браташ И Роман Скворцов До новых встреч На телеканале Спорт